Денис Семехин, это кто? То есть получилось, что я обладал свойством, о котором я сам не догадывался. Как ты понял, что вот именно то, что тебя реально увлекает свободное время, в чем ты увлечен, как ты вот перешел в эту тему и там закрепился? Почему мы так устроены, я не знаю. Но вот, понимаешь, люди на это реагируют. Принципы ценности легенда. Это просто вообще ключевая штука. Плюс 30% показателей без инвестиций и прироста. Как? Надо забыть об этом. Мне просто, мне надо как-то пережить. У меня всегда было самым приятным ощущением от выступления, когда я видел, что у людей загораются глаза. Это было невероятно. Миллион это миллион. Миллион. Первая дверь почти всегда будет неправильной. Но пока ты сидишь дома и думаешь, да, вот есть такой путь, но скорее всего ведь это не получится. Он говорит, алгоритм Инстаграм работает так, что это дает сразу геометрическую прогрессию. Все, я сижу, как это передо мной, как этот джин из бутылки сейчас появится. Всем привет. В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Когда я думаю о здоровом образе жизни и фитнесе, я думаю о нем. Денис Семенихин. Сегодня гость подкаста «Будь брендом». Популярный телеведущий, автор книг, YouTube-блогер с более чем 700 тысяч подписчиков на момент записи этого интервью, Instagram-блогер с более чем миллионом подписчиков и просто сумасшедшей вовлеченностью. У Дениса много сфер его интересов, у него яркий личный бренд. И сегодня мы узнаем, как это получилось, как он это создал и что им движет сегодня. Поехали. Я рада, и это неожиданно, я думаю, для тебя и для меня. Буквально еще пару недель. Что ты рада? Нет. Неожиданно, что мы встретились с тобой вот в таком формате. Еще две недели, даже ничего не предвещало, согласись. Конечно, да. Я не видел тебя лет пять, наверное. Лет восемь. Ну да, может быть. И ты знаешь, кстати, вот как раз про эти лет восемь, когда мы с тобой тогда вот познакомились, ведь тогда же не существовало всей этой инсталихорадки, ютуб, рейтингов, ничего не существовало, а ты уже был брендом. По факту. Спасибо. У меня такой вопрос. Где начинается вот эта история, что ты понял, что ты хочешь строить, тогда даже слова такого не существовало, строить личный бренд. Что это? Само пиар, само продвижение, понимание, кто я про что. Вот где у тебя пришло это решение? Было ли решение вообще заниматься своим личным брендом, как это называется сейчас? Такой формулировки точно не было. Сто процентов вообще эта формулировка сравнительно недавняя. Но мне кажется, не обязательно формулировать что-то для того, чтобы понять, как это делается. То есть ты изначально, если ты, это ты, то есть мой личный бренд, это мое имя и фамилия, так скажем. Да, мое имя и фамилия. Соответственно, я как человек делаю в жизни то, что мне по душе. В какой-то мере это удача, то есть мне повезло. В какой-то мере это, естественно, продукт моих усилий, результат труда. Но я точно могу сказать, что мне кажется, успех базируется, если вообще это успех, успех, само понимаешь, очень относительно. Относительно. Да, но вот условно, если даже то, что есть у меня называть успехом, то базируется он на том, что я изначально делал то, что мне по душе. И я всегда занимался своим собственным хобби. То есть здоровый образ жизни, тренировки. И мое отношение к этому для окружающих всегда были увлеченными и реально заинтересованными. То есть когда я работал с журналами, я был заинтересован в том, чтобы писать эти колонки для Мэнс Хелфа там в 90-х годах еще. Не ради денег, я не задавал вопрос, какой зарплаты вы мне заплатите. Я просто был рад, что мне дали такую возможность иметь площадку, когда не было, как ты правильно сказал, ни Ютубов, ни Инстаграм, но были классические СМИ. Что такое классические СМИ? Это то, на чем мы выросли. Это телевидение, радио и печатные издания. Все. То есть какие сейчас мы? Ну афиши, наверное. Ну как бы к афишам, естественно, ни у кого доступа не было. Но вот когда к журналам появился доступ у меня, это было конкретно в 97-м году. Кстати, не забудьте по этой стрелочке забрать ваш персональный подарок по активации вашего персонального бренда. Мэнс Хелфс это был первый сразу? То есть ты сразу хоп и в Мэнс Хелфс? Потому что это был первый журнал вообще мирового уровня о здоровом образе жизни или как-то ассоциированный со спортом. Первый журнал, мировой журнал. На российском рынке? Да. Никаких там маслом фитнес, вот эти все, которые на Западе были. Ну как бы этих журналов вообще в мире не очень много. Их там буквально не больше 10, ну таких общепризнанных. И вот первый в России был Мэнс Хелф. И мне просто болью случая было предложено, сначала про меня сделали небольшую статью типа «Обзор тренеров Москвы». То есть тогда я был просто тренером в одном из крутых клубов. А потом сказали, Денис, давай, мы, может быть, ты будешь каждый месяц что-то писать. Я сказал, я буду счастлив просто писать что-то каждый месяц. Потом, знаешь, по прошествии нескольких месяцев, когда люди поняли, что я эту тему знаю на русском и на английском, а многие статьи были же переводными. Ну и сейчас, ты понимаешь, даже в журналах, если они еще живы, то они многие материалы берут западные и переводят. А там же есть специальная лексика, птичий язык так называемый. То есть специальная внутрипрофессиональная лексика, как называется там, не знаю, допустим, там тяга штанги к подбородку перед собой по-английски. Это называется upright rows. Если ты будешь дословно переводить upright rows, у тебя даже будет там суперкрасный диплом из самого крутого инъяза или какого-нибудь там, знаешь, института самому. Ты никогда не переведешь это правильно, потому что ты не знаешь этот птичий язык на русском. На русском языке, да. Конечно. А тот, кто знает птичий язык на русском, не знает английского. То есть мне же получилось совершенно, то есть получилось, что я обладал свойством, о котором я сам не догадывался, что у меня есть знание в двух языках. Вот этого птичьего языка. Фитнеса. В сфере фитнеса. И менселфа он оказался нужен, потому что они звонили мне в любой момент, понимаешь, вот люди, ну, мобильных телефонов, естественно, как-то говорят, уже не было, еще не было. Вот, меня звали к ресепшн клубу и говорят там, Денис Иванихин, подойдите, пожалуйста, к ресепции. Я подходил, я говорю, алло, Денис, это вас беспокоит, замный редактор Менселф. Вы не скажете, что такое Sealed Bros или там Hyper Extensions или там, знаешь, там, не знаю, какой-нибудь там Hamstrings. Мы Hamstrings переводим как подколенные сухожилия. Мы нашли, я говорю, какие подколенные сухожилия? Я говорю, это бицепс бедра. И все, понимаешь, то есть они, понимаешь, что они мне днем и ночью могут позвонить, и я им скажу вот просто на раз-два. Вот с этого все началось. Просто история забавная. Смотри, а если еще глубже копнуть в прошлое, ты выпускник одного вот топ-3 вузов, да, у тебя специ... В то время, да. Да, в то время. И твоя специализация, ну, никак не предвещала, ну, вообще никак не предвещала, да? И вот ты в Америке каким-то образом оказался, там, какой-то там 94-й год. 92-й. 92-й год. И ты работаешь, если я правильно помню, разносчик пиццы. Да, вышибал в баре разносчик пиццы и тренером в спортклубе. А, и тренер в спортклубе. Да, при работе. Как ты понял, что вот именно то, что тебя реально увлекает свободное время, в чем ты увлечен, как ты вот перешел в эту тему и там закрепился? Потому что многие люди реально, знаешь как, вот многие люди работают на работе, а мечтают о чем-то другом. А ты пошел за мечтой. И как бы, может быть, даже немножко против течения, я не знаю. Ты знаешь, мне так хочется, я так много могу об этом рассказывать, и я понимаю, что мы ограничены временем, и я постараюсь коротко. А я вот прям чувствую сейчас. Интересно. Понимаешь, как было? Я прилетел в Калифорнию, то есть началось с того, что да, ВУЗ, вот у меня международные валютно-кредитные отношения, это факультет МЭО, финансовая академия. Тогда это еще называлось, когда я поступал, это был Московский финансовый институт, потом это стало Государственной финансовой академией. Но это было одно место, то есть в Москве сейчас они расползлись, их стало много, я не знаю, какой там сейчас рейтинг, но тогда это было круто, это 88-й год. То есть я поступал, то есть это еще Советский Союз. Потом все стало разваливаться, потому что страна, ну, сама понимаешь, там экономика, вот эти все преподаватели, которые чего-то стоили, ушли в эти совместные предприятия, так называемые, кооперативы. То есть те, кто понимал что-то в экономике и в валютно-кредитных отношениях, они сразу... Все пошли делать дипп. Конечно, они пошли делать валюту и кредиты, понимаешь, то есть зачем сидеть и студентам рассказывать, когда здесь жизнь кипит, понимаешь, открылись все границы, появились все возможности. Соответственно, в институте была обстановка такая, что вот просто ты приходишь и понимаешь, что жизнь за стенами идет, за стенами, а здесь какое-то непонятное вот... В общем, короче, все-все разбегались во все стороны, преподаватели и студенты. Но умные люди взяли академические отпуски, а я просто, понимаешь, взял туристическую поездку в одну из первых тур-пирм и полетел в Калифорнию. А там, естественно, у меня были какие-то деньги, я что-то успел заработать, а там все, как бы реальность, ну, деньги очень быстро заканчиваются, буквально 2-3 месяца, их уже нет. И все, и надо как-то выживать. И вот тогда пришло вот это вышибало в баре, значит, персональный тренер, это мне просто предложили, у меня даже такой идеи не было. Я понимал, что я могу там разгружать машины, ну, что-то физическое делать, но быть тренером, я же не учился этому. Но ты же всегда этим увлекался, и ты был в очень крутой форме. Конечно, конечно. Просто я был в форме, я занимался сам, но я даже не думаю, понимаешь, у меня даже вот не было, это очередной пример, не было даже такого вот, такой мысли, что я могу быть, заниматься этой профессией. Мне владелец клуба предложил, говорит, Денис, у меня есть пара клиентов, я не успеваю с ними заниматься, а там даже владелец, он тоже проводил тренировки. Вот, он говорит, хочешь потренировать пару человек? Я говорю, да я не умею. Он говорит, да что ты умеешь-то, делай, вот как, если бы ты был на их месте, что бы ты делал? Вот так это все и началось. А потом завертелось. Кстати, я, насколько знаю, и даже вот с момента, когда мы с тобой общались, ты очень детально всегда погружаешься в то, что тебе интересно. То есть ты же, получается, потом начал набирать знания, получать специальное образование. У меня вот такой вопрос, почему ты в какой-то момент перешел с позиции «я тренер», перешел в позицию «я управленец». То есть это другая немножко сфера, другая карьерная ветка. Да. Ты знаешь, Маша, наверное, получилось так. Я работая, ну, будучи рядовым, так скажем, сотрудником, наверное, это так можно назвать, я, естественно, видел вот эти все свойства менеджмента. Особенно такие американизированные свойства. То есть каким образом это делается, например, в маленьком клубе в Калифорнии, как это делается в сетевом клубе в Москве, когда я вернулся и работал в Голджиме. Я увидел, что такое система, что такое легенда бренда. У бренда же должна быть некая основа. Принципы ценностей легенда. Это просто вообще ключевая штука, особенно в каком-то вот глобальном бренде должна быть легенда. Это все было супер. Я это стал впитывать, я думаю, как интересно, потому что это дает человеку, сотруднику вдохновение, что он трудится на благо чего-то большего, чем просто вот эти железки. И даже вот эти там тысячи клиентов, что есть что-то большее. В то же время я видел, как менеджмент давит инициативу людей даже в масштабах одного крупного спортклуба. Как вот эти порывы, которые возникают у... Ну, ребята-тренеры, они же фанаты в основном. Им, конечно, хочется что-то сделать, как мне хотелось, да? И ты должен либо найти правильные слова для управленцев, а в основном, ну, для этого нужно иметь образование их же уровня. Ты понимаешь, да? Вот это получается диссонанс. То есть они понимают на местах, что можно улучшить, но не могут донести до руководства как? Конечно, потому что они не знают методы, они не понимают, какими аргументами это делать. Мне здесь вот тут все спрашивают, тебе понадобилось твое образование? Я скажу, конечно, понадобилось, потому что я умел систематизировать свои мысли, и я умел понимать, что если я объясняю тебе, почему нужно сделать то или иное, я должен с твоей точки зрения посмотреть на это, а какие у тебя будут, не то чтобы примитивно-коммерческая выгода. И я и по сей день, когда работаю с рекламодателями, я никогда не объясняю им коммерческую выгоду, потому что не это в основном нужно. Есть еще куча всяких плюсов, которых ты можешь достичь, которые опосредованно приведут. Ну вот, неважно, короче, это стало получаться. И учитывая то, что это стало получаться, позже, когда ко мне благодаря моей активности или проактивности стали приходить предложения об управлении, я понял, что я могу воплотить, так как я знаю ситуацию сотрудника, и я понимаю психологию управленца, что ему надо достичь. И понимаешь, вот именно в этом была уникальность, опять же, что я смог подружить вот эти два мира, почему в управлении все так круто получилось. Уже второй раз, мы общаемся несколько минут по ощущениям, а уже второй раз мы видим вот этот элемент, что ты объединяешь разные миры. Кстати, как закономерность какая-то. То есть американский язык, русский язык в понимании, в семантике вот этой, да? Американский язык, да, английский, да, английский, русский. Мы же говорим про Америку, ну окей. Ну я тебя понял, да, что... Хорошо, но смотри, одно дело почувствовать в себе какие-то силы, что я, в принципе, могу принять какое-то предложение, другое дело, я не знаю, насколько это достоверная информация на текущий момент, но я считала, что ты получил премию, которая, по сути, американский, как Оскар. Спасибо тебе, что ты ее, да, очень немногие об этом знают, да? Ну это же, так это же, смотри, из русских, насколько я помню, никто ее не получал. Никто, да. Ни до, ни после, да. Ни до, ни после. Это Оскар в этой нише, ты в управлении. Да, в мире причем. Ты знаешь, Миша, это же то, да, значит, как, очень просто. И вот это, кстати, может быть очень поучительно для наших зрителей, потому что, мне кажется, меняются эпохи, это было в начале двухтысячных, вот эта номинация. А полную версию этого интервью смотрите на нашем новом YouTube-канале «Будь брендом». Ссылка в описании этого ролика.